Я буду с вдохновляющими выступлениями, музыкой и молитвами, которые всегда волнуют наши сердца во время Генеральной конференции. Многим сестрам, как мне сказали, очень нравится наблюдать за тем, как члены Первого Президентства и Кворума 12 покидают Президию вместе со своими вечными спутницами. А как же всем нам приятно слышать, как братья нежно выражают свою любовь. Говоря о своей жене Доне, президент Бойт Капекер сказал, чин, который я ношу, возлагает на меня священную обязанность возглашать истину. Она совершенна. Она солнце моей жизни, сказал президент Диттер Эвит Угдорф о своей жене Хэрриет. Президент Генри Б. Айнринг, отзываясь о своей супруге Кэтлин, сказал, она человек, который всегда вдохновляет меня делать лучшее, на что я способен. А президент Томас Эсмонсон, говоря о своей возлюбленной Фрэнси, сказал, она была любовью всей моей жизни, моим надежным наперсником и лучшим другом. Сказать, что я по ней скучаю, значит ничего не сказать о глубине моих чувств. Я тоже хочу выразить свою любовь моему возлюбленному спутнику Крейгу. Он драгоценный дар для меня. Относительно мужа, в обещаниях моего патриархального благословения есть заветная и священная фраза о том, что моя жизнь и жизнь моих детей будет благополучной под его опекой. Я ясно вижу, что Крейг подтверждает исполнение этого обещания. Перефразируя слова Марка Твена, скажу, что жизнь без Крейга — это не жизнь. Я люблю его всем сердцем и душой. Сегодня я хочу выразить почтение мужьям, отцам, братьям, сыновьям и дядям, которые знают, кто они, и делают все возможное, чтобы исполнить свои, дарованные Богом, роли, как сказано в Освании о семье, в том числе, правильно председательствовать и обеспечивать защиту своих семей. Поймите, пожалуйста, я с болью в сердце признаю, что тема отцовства, материнства и брака может быть весьма болезненной для многих. Я знаю, что некоторые члены церкви считают, что их дома никогда не достигнут идеального по их представлению состояния. Многие страдают из-за пренебрежительного отношения, жестокого обращения и вредных пристрастий, и ошибочных традиций. Я не оправдываю действия мужчин или женщин, которые умышленно или даже по неведению вызывают боль, страдания и отчаяние в своих домах. Но сегодня я говорю о чем-то другом. Я убеждена, что муж никогда не будет более привлекательным для жены, чем в своем служении, в дарованном ему Богом, роли достойного носителя священства и, самое главное, в своем доме. Я люблю и верю в эти слова президента Пекера, обращенные к достойным мужьям и отцам. У вас есть сила священства от самого Господа для защиты вашей семьи. Придут времена, когда единственным щитом, заслоняющим вашу семью однопадок искусителя, будет только эта сила. В начале года я побывала на похоронах необыкновенного, простого человека, дяди Дона, по линии мужа. Один из сыновей дяди Дона поделился личной историей из детства, произошедшей вскоре после того, как его родители приобрели свой первый дом. Поскольку в семье было пятеро маленьких детей, которых нужно было кормить и одевать, им не хватило денег на забор. Серьезно, не сядь к одной из своих божественных ролей защитника семьи, дядя Дон вкопал в землю несколько небольших деревянных кольев и туго обвязал их веревками по всему периметру двора. Потом он позвал к себе детей. Он показал им коля с натянутой веревкой и объяснил, если они останутся внутри этого импровизированного забора, то будут в безопасности. Однажды навещающие сестры, подходя к их дому, с изумлением увидели, что пятеро малышей покорно стоят у края веревочного забора, с тоской глядя на мяч, который выскочил за пределы и границы и попал на улицу. Один из малышей побежал за отцом, который тут же прибежал и вернул им мяч. Позже на похоронах старший сын со слезами на глазах произнес, что больше всего на свете он хотел бы походить на своего любимого отца. Президент Эзра Тат Бенсон сказал, «О мужья и отцы в Израиле, вы так много можете сделать для спасения и возвышения своих семей. Помните о своем святом призвании быть отцом в Израиле, самом важном призвании во времени и вечности, призвании, которое из вас никогда не будет снято. Вы должны помочь создать такой дом, где сможет пребывать Дух». Господа, как же актуальны эти пророческие слова сегодня! Насколько же трудно заветным мужчинам жить в мире, где не только принижаются их божественные роли и обязанности, но и распространяются ложные послания о том, что это значит быть настоящим мужчиной. Одно ложное послание гласит, «Весь мир вращается вокруг меня, на другом краю шкалы, унижающие достоинства и насмешливые слова, о том, что мужья и отцы больше не нужны». Я умоляю вас, не слушать ложных посланий сатаны. Он навсегда лишился своей священной префилегии стать мужем или отцом, но он завидует тем, у кого есть священные роли, недоступные ему, поэтому стремится сделать всех людей несчастными, как он сам. Братья и сестры, мы нужны друг другу, как соблюдающие заветы женщины и мужчины. Мы должны поддерживать друг друга и помогать друг другу стать народом, каким хочет нас видеть Господь. И мы должны работать вместе, чтобы поддерживать подрастающие поколения и помогать молодежи достичь своего божественного потенциала, как наследники жизни вечной. Мы могли бы поступать так, как старейшина Роберт Хейлс и его жена Мэри, следуя поговорке, «Ты подашь руку мне, а я тебе, и мы поднимемся вместе». Мы знаем из священных писаний, что нехорошо быть человеку одному. Вот почему наш Небесный Отец сотворил Ему помощника, соответственного Ему. Слова «соответственного Ему» означают «подходящего Ему», «достойного Ему» или «подобного Ему». Например, две наших рухи похожи друг на друга, но это не совсем одно и то же. На самом деле, они точная противоположность друг другу, но при этом они подобны и соответствуют друг другу. Работая вместе, они становятся сильнее. В главе, посвященной семьям в церковной книге «Инструкции» сказано, природа духов мужчины и женщины такова, что они дополняют друг друга. Обратите внимание, дополняют друг друга. Они соревнуются друг с другом. Мы здесь, чтобы помогать, поддерживать и радоваться друг другу в своем стремлении стать лучше. Сестра Барбара Смитт мудро учила. Мы обретаем гораздо больше счастья, если будем радоваться чужим успехам, а не только своим. Когда мы стремимся дополнять, а не соревноваться, будет гораздо проще ободрять друг друга. Когда я была молодой мамой нескольких малышей, в конце дня, наполненного подгузниками, мытьем посудой и наведением порядка, никто так выразительно не пел песню первоначального общества. Я, при ходу папочки, рад. С грустью признаюсь, что я не всегда была веселой, когда Крейг, казалось, врывался в дверь после дня напряженной работы. Он всегда здороваясь, обнимал и целовал каждого из нас, и превращал многие трудные и порой ужасные дни в восхитительные моменты общения с папочкой. Жаль, что у меня больше занимал бесконечный список текущих и предстоящих дел, чем мудрая сосредоточенность, как у него, на более важном. Я бы чаще брала тайм-аут, наслаждаясь священным семейным временем, и чаще благодарила его за благословение нашей жизни. Не так давно верная сестра из церкви поделилась со мной глубокой заботенностью тем, о чем она когда-то молилась. Ее беспокоили некоторые сестры в приходе. По ее словам, ей больно слышать, как неуважительно они порой говорят со своими мужьями и о своих мужьях, даже в присутствии детей. Потом она сказала, что в молодости страстно желала и молилась о том, чтобы найти достойного носителя священства, выйти за него замуж и создать счастливую семью. Она выросла в доме, где верховодила мать, а отец старался ей ни в чем не перечить, чтобы сохранить свой покой в доме. Она чувствовала, что есть лучший пример, но не видела его в доме, где росла. Она горячо молилась о руководстве, и Господь благословил ее пониманием того, как вместе с мужем создать дом, согреваемый теплом Духа. Я была в этом доме и свидетельствую. Это святое место. Сестры и братья, часто ли мы намеренно говорим друг другу слова, что приносят покой? Мы можем проверить себя, ответив на ряд вопросов. С небольшой адаптацией эти вопросы можно применить к большинству из нас, состоим ли мы в браке или нет, в любой ситуации в семье. 1. Когда в последний раз я искренне посхвалил своего спутника или спутницу, наедине или в присутствии детей? 2. Когда в последний раз я поблагодарил, выразил любовь или искренне молился с верой за него или нее? 3. Когда в последний раз я останавливал себя, чтобы не произнести обидных слов? 4. Когда в последний раз я извинялся и смиренно просил прощения? Без добавления фразы «но если бы ты» или «но если бы ты не»? 5. Когда в последний раз я решил быть счастливым, вместо того, чтобы настаивать на своей правоте? 6. Если любой из этих вопросов заставил вас поежиться или испытать чувство вины, вспомните слова старейшина Дэвида Беднара, который учил, что чувство вины играет для нашего духа ту же роль, что и физическая боль для нашего тела. Это предупреждение об опасности и защита от еще более тяжелого повреждения. Я приглашаю каждого из нас прислушаться к сердечному призыву старейшины Холланда. Братья и сестры, в этом долгом, вечном стремлении быть более похожими на нашего Спасителя «давайте стараться быть совершенными мужчинами и женщинами, по крайней мере, хотя бы этим одним способом, не обижая словом и выражаясь более положительно, говоря новым языком ангелов». Когда я готовилась к сегодняшнему выступлению, меня учил дух, и я решила чаще говорить добрые слова своему любимому спутнику и с добротой отзываться о нем, чтобы поддержать своих близких и выразить благодарность за их то, как они исполняют свои божественные и взаимодополняющие роли. И я решила следовать поговорке «Ты подашь руку мне, а я тебе, и мы поднимемся вместе». Не желаете ли вы присоединиться ко мне в поисках помощи Святого Духа, чтобы научиться лучше поддерживать друг друга в исполнении своих взаимодополняющих ролей, заветных сыновей и дочерей? Я знаю, что благодаря укрепляющей силе искупления и нашей вере в Иисуса Христа нам это по силам. Я молюсь о том, чтобы мы уповали на Его помощь в своем стремлении помогать друг другу жить счастливо и вечно. Во имя Иисуса Христа. Аминь.